В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Полтора года на оплату долгов. Фонд капитального ремонта предлагает жителям оплатить задолженность в рассрочку. Пилить нельзя, только собирать, какие деревья можно вывозить из леса. Из картона и бумаги юные художники оформили витрину книжного магазина. Далее расскажем обо всем подробно. Рассрочку по оплате задолженности за капремонт домов получат все жители Нижегородской области. Такое решение приняло руководство Фонда капитального ремонта. Рассрочку предоставят на всю сумму задолженности, включая ранее начисленные пени на срок до 18 месяцев. Эта мера связана со сложной эпидобстановкой, отметил гендиректор Фонда капремонта региона Дмитрий Гнатюк. Чтобы поддержать жителей региона, мы предлагаем собственникам, которые по каким-либо причинам накопили долги за капремонт, заключить соглашение с фондом и погасить их в рассрочку, отметил он. Для оформления рассрочки необходимо обратиться в фонд по адресу город Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, дом 8, дробь 59 или же в отделение МФЦ Нижнего Новгорода и Дзержинска. Предоставить паспорт либо доверенность от собственника жилья. Также понадобятся копии правоустанавливающего документа и платежные документы за последний расчетный период. С порядком оформления рассрочки и необходимыми для этого документами можно ознакомиться на официальном сайте фонда в разделе «Документы», «Образцы документов». Также бумаги можно направить заказным письмом. Для льготных категорий граждан порядок предоставления льгот не меняется, им не нужно заключать дополнительные соглашения с фондом. Максимальный срок рассрочки для них 24 месяца. В период действия рассрочки пени не взымаются. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8 831 422 22 24. Директора дорожно-эксплуатационного предприятия «Сарова» оштрафовали за 5-миллионный долг по зарплате. В ходе надзорных мероприятий Государственная инспекция труда выявила, что в октябре 2020 года предприятие задолжало своим сотрудникам более 3 миллионов 700 тысяч рублей. В ноябре около 1 миллиона 300 тысяч. Директор ДЭП Василий Ласточкин признан виновным в совершении административного правонарушения по части 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей. Как нам пояснили в ДЭП, долги по зарплате возникли из-за временных финансовых сложностей предприятия. Проблему удалось решить, и больше задолженностей перед сотрудниками у ДЭПа нет. По словам руководителей, сейчас выплаты зарплат взяли на особый контроль. Утвердили план работы на год, выбрали заместителя председателя комитета и привели ряд местных нормативных документов в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательств. Первое в наступившем году заседание Думского комитета по городскому хозяйству и градостроительству прошло в штатном режиме. Отдельно депутаты остановились на результатах проверки деятельности городского лесничества. Много вопросов вызвало неверное указанное в муниципальном задании площадь лесов лесопарка. Куда делись почти 800 гектаров и почему произошла ошибка? Об этом народные избранники решили спросить у представителей администрации в депутатском запросе. Полученные ответы обсудят на следующих заседаниях комитетов. Саровчане, относящиеся к льготным категориям, могут получить бесплатные юридические консультации в адвокатских конторах на улице Лесной, дом 33 и на улице Пионерской, 20А. Специалисты ведут прием по предварительной записи с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу с 10 до 5 часов вечера. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 1 миллиард 350 миллионов рублей выделит государство в этом году на замену старых лифтов. По общенациональному плану на замену лифтов в России предусмотрено 750 миллионов рублей. Еще 600 миллионов выделит Фонд содействия развитию ЖКХ. Эти средства направят на погашение процентов по факторингу и другим видам кредитования и на оплату части расходов из бюджетов регионов, если те оказывали помощь при замене лифтов. Сейчас в стране нуждаются в замене свыше 160 тысяч лифтов. К 2024 году число таких подъемных конструкций, работающих дольше установленного срока эксплуатации, увеличится до 200 тысяч. Новый дорожный знак введут в Россию с 1 марта. Знак фото-видеофиксации будет предупреждать о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушение правил дорожного движения. Его будут устанавливать на трассах вне поселения в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дорог и на въездах в населенные пункты. Предполагается, что новый знак заменит таблички с изображением камеры. Воспитанники спортивной школы ИКАР стали серебряными призерами первенства Нижегородской области по легкой атлетике. Соревнования прошли в Дзержинске в начале января. Павел Жарков занял второе место в прыжках в длиной и в тройном прыжке. Дмитрий Шишканов в беге на 400 метров. Мария Девяткина стала победительницей первенства Приволжского федерального округа на дистанции 200 метров. Тренируются спортсмены у Алексея Колганова и Марина Мачкаевой. Минздрав получил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса Ковивак от центра имени Чумакова. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, документы направили на экспертизу. По ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации. Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трема различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19, сказал Мурашко. Исследования препарата под названием Ковивак должны завершиться уже к середине февраля. Он позволит организму лучше распознавать коронавирус и при контакте с ним включать защитные механизмы. При этом для создания лекарства использовали цельный вирус, а не только фрагмент генома, что обеспечивает эффективность прививки против любых мутаций SARS-CoV-2. Еще одним плюсом вакцины такого типа станет возможность ее использования для иммунизации самых уязвимых групп детей и пожилых с хроническими заболеваниями. Между тем, в России антилидером по суточному приросту вновь стал Петербург. В северной столице зафиксировали свыше 3 300 больных коронавирусом. Всего за сутки в России статистику пополнили 21 152 пациента. Из них 488 проживают в Нижегородской области. В Сарове зарегистрировали еще 71 случай заражения коронавирусом. 7 лет колонии или штраф до 3 миллионов рублей грозит жителю Нижегородской области за то, что он заготавливал дрова в лесу. По закону можно собирать только валежник. Что это такое и как нарубить дров, не став при этом преступником? За разъяснениями мы обратились в Саровское лесопарковое хозяйство. Пока космические корабли бороздят просторы космоса, электромобили Илона Маска завоевывают мир, а умные гаджеты позволяют не вставая с места командовать домом, на Руси продолжают топить дровами. Загородная дача, баня, усадьба в деревне. Без старой доброй древесины их не прогреть. Рано или поздно перед каждым хозяином встает вопрос, где раздобыть поленье. Варианта два. Купить, но это стоит денег, и самостоятельно собрать в лесу. По закону такое право у нас есть, но, как говорится, дьявол в деталях. Запасаться валежником для своих нужд действительно может каждый. Вопрос в том, как его распознать. Деревья, которые упали, не имеют естественных признаков жизни, то есть облетела кора, нет зеленой хвои, листьев, заселено вредителями. Эти деревья относятся к валежнику. Дерево, которое упало в результате урагана, еще живо к валежнику не относится. С этим разобрались. Не спешите бросаться с пилой на первый упавший ствол. Возможно, дерево еще живое, и даже несмотря на то, что судьба его предрешена и печально, по закону это еще не валежник. Трогать такую находку нельзя. Следующее, о чем стоит помнить, существует официальное правило заготовки валежника. Точнее, правило заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. Документ с таким названием вступил в силу с 1 января этого года и налагает на добычу ряд важных ограничений. При сборе валежника не допускается использование лесовозной техники, тракторов, лесовозов. Для заготовки валежника используются топоры, ручные пилы и легкие бензопилы. Использование, как я уже говорил, лесовозной техники не допускается, чтобы не создавать в лесу нарушение лесной подстилки и нарушение подростка, подлеска в насаждениях. В конце прошлого года на жители Нижегородской области Геннадия Толченкова заявили уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений. Мужчину обвинили в том, что он противоправно распилил и вывез из леса 13 стволов. Гражданин думал, что это валежник. Оказалось, нет. Чтобы избежать таких случаев, в Саровском лесничестве предложили свой алгоритм действий. Гражданин звонит в лесничество нам по телефону 74150. Приходит сюда к нам, пишет заявление. Выезжает с лесником в лес и ищет валежника. Городское лесничество работает по адресу улица Строительная, дом 19, по будню с 8 утра и до 5 вечера. Деревья и люди из картона появились на витрине книжного магазина на проспекте Музруково. Авторами творческих работ стали воспитанники детской художественной школы. Под руководством художника-архитектора они воплотили в жизнь креативную идею. В итоге невзрачная витрина стала яркой и привлекательной. Подробности смотрите в следующем репортаже. Летнего настроения в суровую зиму решили добавить ученицы художественной школы под руководством Марии Зиминой. Идея украсить витрину дома книги пришла спонтанно. Руководство согласилось сотрудничать и предоставило юным дизайнерам целых 12 метров пространства для творчества. Обрезки бумаги, картонные втулки, коробки и краски из мастерской Марии. Материалы, из которых ребятам предстояло выполнить проект. Мы хотели сначала сделать деревья, сделать книги летящие куда-то, которые несут с собой вместе. Ну, сам свет этого мира несут людям. А впоследствии уже перешли на вот эту идею летнюю, чтобы как зимой было тоже чувство тепла. Чтобы все это объединить, пришлось некоторыми помучаться, но вышло. Витрина украсили необычные деревья, буквы и, конечно же, люди, увлеченные чтением. Все элементы дизайна ученицы художественной школы создали за два месяца. Самыми сложными оказались кроны деревьев. Тут очень много кругляшков вот этих вот. Мы их очень долго скрепляли, мы их склеивали очень долго. Вот. Мы очень много кругов вырезали для них, около 500 штук, плюс-минус. Вот. Человечки, они сначала вроде бы так вот прям не входили в наш план, но потом мы как-то все-таки их внесли в картину. Вот. И они даже украсили, наверное, нашу витрину больше. Девочкам понравилась творческая и уютная атмосфера, которую они создавали каждые выходные. За чаем с печеньем, с веселыми разговорами они придумали и воплотили маленький мир, который теперь живет на витрине. Собирались по воскресеньям, то есть даже не в рамках учебного процесса, это как раз-таки вообще вне рамок, что говорит сразу о том, какая у девчонок была мотивация вставать утром рано, ехать вообще на другой край города, чтобы сделать что-то творческое и что-то, не имеющее отношения к учебному процессу. Как итог, ребята получили опыт работы над городским проектом. Дом книги – оригинальную и яркую витрину. А соровчане, проходящие мимо нее, – хорошее настроение. Девочки поставили себе цель – не останавливаться на достигнутом и планируют в ближайшее время воплотить в жизнь еще несколько идей. Каждой печушке – кормушка. Под таким названием в пятой школе проходит экологическая акция. Ученики и педагоги сделали кормушки для птиц и развесили их возле школы. С юными любителями природы встретилась наша съемочная группа и выяснила подробности экологического проекта. Покормите птиц его, пусть со всех концов. К вам встречаться, как домой. Стай, как лицо. На мастер-классе «Поможем зимующим птицам» старшеклассники научили малышей делать кормушки и объяснили, как правильно кормить пташек, чтобы не навредить их здоровью. В школе номер пять заботой о птицах в холодное время года стала доброй традицией. У нас эта акция зародилась еще три года назад. Мы своим волонтерским отрядом решили помочь птицам, потому что мы видим, как они голодают и то, что им тяжело переживать зимы. И на общем собрании волонтеров мы решили проводить вот эту акцию «Каждой печушки по кормушке». И у нас зародилась такая традиция, где у нас принимают участие не только дети, но и учителя. Креативные кормушки воспитанники пятой школы создают в два этапа. Мальчики мастерят их на уроках труда, а девочки ярко раскрашивают. Делать кормушки любят и ученики младших классов. Они тоже неравнодушны к судьбе пташек. Из картона малыши вырезают разные фигуры, смазывают их клейстером и посыпают заготовленным кормом. Клейстер варят учителя из меда, воды и муки. Затем эти маленькие шедевры вешают во дворе. Вывешиваем мы их, наверное, перед зимними каникулами, потому что если дети могли их подкармливать перед, то уже в зимние каникулы об этом некому позаботиться. Снимаем мы их уже ближе к весне, потому что птицам надо настроить свой режим. И продолжаем заботиться о природе уже по-своему. Угощения пернатым дают строго по расписанию. Один раз в день за три года постоянной зимней кормежкой у них выработался рефлекс. И к назначенному времени они ждут свои лакомства. Птиц можно кормить горохом, семечками, но главное не жаренными. Нельзя солить сало, можно давать просто размороженное. Главное повесить его так, чтобы птички доставали их. Сделать кормушку можно и дома из подручных средств. Для этого нужна фантазия и желание помочь зимующим птицам. А повесить ее можно в парке или на любом дереве у вашего дома. Для нас зима – это пора чудес, волшебства и новогодней сказки. А вот нашим маленьким пернатым друзьям в это время года совсем непросто. Говорят, цитры птицы и мороз нипочем. И покормить их очень просто. Для этого достаточно взять из дома корсточку семечек или маленькие кусочки подсушенного хлеба и высыпать их в любую пустующую кормушку. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин